Проходившаяся крыша как источник проблем, жильцы одного из домов региональной столицы обратились в редакцию Вестей с просьбой о помощи. Капитальный ремонт около полувека обходят стороной строения по Пятигорскому шоссе. Как результат, в непогоду людей затапливает сверху и горят электрощиты. Проблемой разбирался корреспондент Артур Мхце. О ненастной погоде жители этого дома по Пятигорскому шоссе узнают одними из первых. Хотя синоптиков среди них нет. Специальным прибором для людей служит дырявая крыша. Казалось бы, 21 век. Благоустройству на всех уровнях уделяется повышенное внимание. Однако у этих нескольких домов помимо разбитого двора, который не спрятать даже под снежным покровом, есть ещё одна общая беда – кровля. Несколько лет назад крик о помощи звучал из корпуса Б. Теперь в редакцию Вестей обратились собственники жилья в строении А. Мы начинаем с первого этажа. В каком состоянии? Дождь, снег идёт, всё льёт, льёт направо, да. А на той неделе вообще свет потух во всём доме. Приехали электрики, говорят, всё нужно менять, ребята, всё нужно менять, в каком состоянии вы живёте. И вопрос, куда уходят наши деньги? Мы же за это платим. ЖКХ платим, всё оплачиваем, ничего не ремонтируется. Поднимаясь по этажам всё выше, понимаешь, что приближаешься к эпицентру проблемы. Мокрые пятна ещё больше, по электрощиткам и проводке заметны следы периодических возгораний. Перебои со светом – лишь малая часть того, что может случиться. После пожара будет поздно что-либо исправлять. Анна Владимировна живёт на последнем этаже чуть ли не с первого дня существования дома, которому около полувека. Говорит, полноценного ремонта в здании никогда не было. Хотя сами люди стараются создавать комфорт, насколько возможно. У меня одно время текло даже вот с этих коридорий, вот с лапочек, даже вот просто как водопад текла вода. Это вот если я не заделаю вот этот кусок, это не говорит о том, что будет тут не будет течь, потому что затекает, может затечь откуда-то и прийти обратно сюда. Я одно время тут со своей компанией уже не единожды, не один год занимаюсь вот этой. Я уже думала, может быть, всё-таки труба сам стоять, сериалый, и идёт и начинает течь по-разному. Нет, и всё. Так никто эту трубу не заменил. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. Но раз проблема по-прежнему актуальна, значит, приложенные усилия были недостаточными. Как нам пояснили в городском управлении ЖКХ, обслуживающая организация в ближайшее время займётся устранением неисправностей. По данному случаю мы обращались в управляющую компанию, обслуживающую указанный дом. По поступившей информации, то есть они уже закупили весь необходимый материал для ремонта крыши. И в ближайшее время, то бишь при наступлении благоприятных условий для ремонта, работы будут сделаны. Если работы всё-таки не будут выполнены в срок, либо окажутся ненадлежащего качества, людям рекомендовано обратиться в управление ЖКХ мэрии для принятия необходимых мер.